На его плечах ответственность за качество работы дежурной смены. Вячеслав Полняков, как только заходит в здание железнодорожного вокзала Ульяновск-Центральный, сразу обращает внимание на внешний вид полицейских. Форменная одежда, установленных образцов, отутюженная и без шлейфа бурных выходных. Важна каждая деталь. Наши полицейские самые красивые полицейские на свете. И красивая одежда. Они вооружены у нас довольно современным боевым оружием, специальными средствами. Самое главное, они вооружены законом. Через перрон в дежурную часть. Таков дальнейший маршрут. Здесь отдельное помещение для задержанных. Как правило, это те, кто любит скоротать время в пути за стаканчиком спиртного. Нарушители не доезжают до конечного пункта. Как только на линию поступают жалобы о неадекватном поведении попутчиков, их саживают с поезда. Если вам интересно, зайдите, пожалуйста, посмотрите, что здесь имеется камера видеонаблюдения, которая выведена на пульт к оперативному дежурнику. Нам, конечно же, было интересно. Комната небольшая, для нарушителей закона предусмотрено спальное место и трехразовое питание. Представитель общественного совета обязательно смотрит журнал. Сюда вносят всю информацию о задержании. Сколько человек пробыл в компании транспортной полиции. Все жалобы, которые поступают от административно задержанного, мы также своевременно фиксируем, регистрируем книгу, учет преступлений. Ну и, соответственно, сообщаем родственникам о том, что данный человек находится в таком-таком подразделении и содержится в камере административно задержанной. Подобные проверки слагаем акцией «Гражданский мониторинг». Ее проводят во всех регионах России. Все для того, чтобы население доверяло органам внутренних дел. Контроль комплексный. Помимо дежурной части, смотрят и на работу сотрудников патрульно-постовой службы. Ее представители обеспечивают сохранение правопорядка, оказывают помощь людям. Общественный совет также контролирует воздушный и водный транспорт. Александра Никитина, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.